Привет, мои дорогие! Сейчас я снимаю видео, и, наверное, я бы его назвала такой рубрикой, как разговорчики, или а давайте поболтаем. О чем? У меня только что была доставка дома, нам привезли корицу, которую мы заказывали по интернету, потому что мы ее очень много употребляем на завтрак, и в магазине покупать, ну, не очень выгодно, и мы купили большой объем в интернете. Еще один пример. Вчера в магазине я хотела приобрести гималайскую соль, так как мы ее употребляем много, надо купить много. Цена смутила. Мы сразу не отходя от прилавка в телефон на сайт. Опаньки, цена в три раза дешевле, и прямо там мы заказали через интернет, и на днях уже ожидаем. Еще на днях я выбирала себе средства для стирки мембранных тканей, для горнолыжной сноубордической одежды. Знаю, что меня смотрят те, кто занимается зимними видами спорта, и вообще эта одежда моя функциональ, и сейчас ее очень многие носят, но не знают, как ухаживать. И я решила поделиться с вами своим опытом, своими знаниями, и сделать обзор продукции, которая была очень нахвалена по отзывам в интернете и на сайте производителей. И я решила проверить, а почему бы и нет. Для тех, кто может быть впервые слышит о мембранной ткани, пару слов. Это материал, который дышит. Это как вторая кожа у нас. Суть в том, что этот материал не пропускает воду внутрь, такую как снег, дождь, но выпускает влагу. То есть у нас постоянно идет баланс. И за ней нужно ухаживать, нельзя стирать в порошках, иначе поры этой мембраны, да, так как наша кожа, они засоряются и перестают функционировать. А мы платим деньги за такую одежду, да, соответственно, нам нужны специальные средства для стирки. Моим курткам уже очень много лет ношу, не сношу никак. И вот эта моя любимая яркая розовая-голубая была очень сильно запачкана. Особенно в таких местах, как рукава, да, внутренний шов, карманы, линии, где заканчивается сама куртка, трется изнутри, об джинсы, об брюки, пачкается, да, и снаружи, соответственно. Вот. И я переживала, как же я отстираю настолько затертую грязь. Обычно рекомендуют как? Берете хозяйственное мыло, затираете грязные места, мочалочкой трете, замачиваете, чтобы грязь начала отходить, и потом уже стираете в каком-то средстве. За свои 10 лет носки такой одежды у меня уже был опыт стирки, перестирки, что-то не отстирывалось, и, короче говоря, не всегда результат радовал. Здесь хозяйственного мыла у меня не оказалось, но мне приспичило срочно постирать, и я переживала, как же у меня эта куртка отстирается. Настолько она была сильно грязная. Ну, что делать? Отправила в машину. И на выходе результат оправдал все мои ожидания больше, чем на 100%, на все 500%. И за такой хороший результат, пожалуй, разоблачу я название этой фирмы, называется Ник Вакс. Стиральное средство работает на ура, ставлю лайк. Еще одна информация для тех, кто не знает о мембранах. Сначала мы одежду стираем, а затем мы должны постирать ее еще раз уже чистую в пропитке, которая восстанавливает водоотталкивающее свойство материала и не дает воде проникать внутрь. Вот это такое средство. То есть я купила в комплекте литр, литр одного и второго. Меня больше всего заинтересовала эффективность средства водоотталкивающего, потому что на сайте прямо вот так красиво описали, расписали. Дождя за окном не оказалось, а куртки только постиранные, чистенькие, пропитаны этим средством. И я хочу поставить эксперимент. Ну, хочу знать, работает оно или нет. Поэтому я решила, как у нас говорят, не отходя от кассы, поставить эксперимент прямо дома на столе. Вода. Я стирала три куртки. Поэтому, думаю, для эксперимента, раз уж это эксперимент, его надо ставить на всех разных вещах. У меня три куртки, все три мембраны, но немножко разный материал. Все-таки мы проверим на всех трех и дадим свою экспертную оценку. Ну что, друзья, садимся в лужу. Предлагаю вылить воду и засечь 5 минут, посмотреть, что будет с тканью. Сколько она впитает воды или не впитает, и вообще, как будет обстоять картина. У нас с вами три кипятошки. Ждем 5 минут и делаем выводы. Итак, у нас прошло 5 минут, даже больше, на самом деле 10. Здесь есть немножко потемнение, видно, что все-таки ткань немножко вобрала в себя. На сиреневой куртке ни следа, как будто бы полиэтилен. Так, и бордовая. Не хочет впитываться даже с помощью рук, вообще супер-супер собирается. Аккуратненько солью, как ручеек. Еще раз хочу вместе с вами вблизи посмотреть. Смотрите, вообще ничего не впиталось, да. Вода собирается, и материал, соответственно, остается сухим. Если вы будете под дождем, то все отлично. Эта куртка также абсолютно сухая. Если я сейчас возьму какую-нибудь хлопчатую бумажную тряпку, она воду эту все возьмет. Будет сухая, как в подгузнике. Ну, вот эта куртка немножко вобрала в себя. На ощупь у нее снаружи покрытие как хлопковое. То есть, не знаю, она у меня настолько старая, ее уже лет даже не знаю сколько. Уже было много стирок, много отпусков. Может быть, вам видно, какая она у меня уже затертая. И, возможно, просто уже сама ткань не способна нести свою стопроцентную функцию. Такой же мы с вами дадим экспертную оценку. Я себя сейчас ощущаю, как в телепередаче «Контроль на закупку». У нас есть такая там рубрика «Оценка экспертов и народа». Но, наверное, экспертную мы не дадим, потому что мы не эксперты. А голос народа имеет право быть. Одна из трех курток немного намокла. Но в луже-то мы с вами сидеть не собираемся 10 минут и ждать, когда же мы намокнем. Поэтому я ставлю этому средству четверку. Четверка – это, наверное, тоже лайк. Мне было интересно провести такой эксперимент, снять его, показать вам, поделиться результатами. Если вам есть что мне рассказать и есть хороший опыт использования таких средств, и вы знаете, что есть что-то лучшее, обязательно со мной делитесь, потому что эта тема для меня актуальна, мне интересна. А еще одним плюсом в адрес этой фирмы будет то, что это средство очень экономичное. И вот на мои эти куртки мне хватит его на 7 лет. Что явно порадует наш с вами кошелек. Берите информацию себе на заметку. Те, кто считает, что видео было полезным и информативным, ставьте лайки. Не жалейте. И на этом я с вами прощаюсь. Скоро увидимся в следующем видео. Всем улыбок, добра и тепла, и сухой погоды. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok